Майк Помпео Помпео также высоко оценил решение Палаты представителей Бахрейна от 2 января. Политики Бахрейна заявили, что глубоко обеспокоены тяжелыми условиями жизни мусульман ульгурского региона. По сообщениям Биттер Винтер, китайские власти начали массовые аресты мусульман Дунган. В то время как пожилые люди, женщины и дети, оставшиеся без поддержки, испытывают трудности, поселковое управление вызывает мужчин Дунган в районный комитет для участия в принудительном политическом образовании. Дети, отправленных на так называемые курсы политического образования, исключаются из школ под предлогом плохой успеваемости. Один из Дунган рассказал, что из его семьи было задержано 4 человека. Мужчина сообщил, что его родных обвинили в радикализме. Вспышка неизвестного заболевания в Китае, которым было инфицировано 59 человек, может быть вызвана вирусом короны. Вирус, вызвавший загадочную пневмонию у десятков людей, принадлежит к тому же типу, что и острая респираторная вирусная инфекция. Об этом заявил китайский ученый Сюй Цзянго. Семеро из 59 инфицированных в Ухане по-прежнему находятся в серьезной опасности. По сообщениям Министерства торговли Китая, заместитель премьер-министра Лью Хе возглавит делегацию, которая посетит Вашингтон для подписания торгового соглашения. Пресс-секретарь Министерства Гауфан сообщил, что делегации обеих стран находятся в тесном контакте. Дональд Трамп заявил, что подписание состоится 15 января. Президент США заявил, что Североатлантический альянс должен расширить свое влияние на Ближнем Востоке и включить в свой состав арабские страны. Сообщив о введении новых санкций в отношении Ирана, Трамп предложил переименовать альянс в НАТО Миддл-Ист. Подчеркнув, что США сделали правильный шаг, устранив генерала Сулеймани, президент США сделал следующее заявление. Его нужно было устранить намного раньше. Из-за ошибок администрации Обамы Иран приобрел финансовую силу, которую использовал для поддержки терроризма. Но мы положили этому конец. Американские чиновники заявили, что, согласно информации ЦРУ, украинский пассажирский самолет, потерпевший крушение в Тегеране, был случайно сбит иранскими военными. Об этом сообщила Associated Press. Трамп заявил, что имеет сомнения по поводу инцидента. В свою очередь Иран опроверг заявление США. Субтитры создавал DimaTorzok